Амурский залив Оказалось, подобный случай для владивостокских любителей рыбалки – дело вполне привычное и довольно частое. То же самое в районе бухты Федорова произошло и неделю назад. К счастью, оба случая закончились благополучно. Рыбаки самостоятельно покинули дрейфующую льдину. В очередной раз хотелось бы предупредить рыбаков-любителей, что обязательно смотрите за погодными явлениями. Тем более сегодня был сильный ветер, и это позволило разойтись, хотя казалось бы, очень крепкому льду. Однако нынешний зимний сезон уже успел отметиться и по-настоящему трагическими случаями. Не только выходить, но и выезжать на лед начали уже с конца ноября. Тогда же в СМИ заговорили о первых жертвах подледного лова. Толщина льда в 5 сантиметров и сильный ветер. 11 ноября на оторвавшейся льдине оказались двое рыбаков. Но спастись удалось только одному, который выбрался самостоятельно. Тело второго из ледяной воды уже доставали спасатели. А вот в конце месяца по замерзшему морю уже бесстрашно передвигались на автомобилях. 28 ноября в районе Тавричанки под воду ушли сразу несколько машин. Один человек погиб от переохлаждения. С трагических случаев стартовал и 2017-й. Рыбаки провалились вместе со своими машинами. При этом новости об утопленниках почему-то никак не отражались на мерах предосторожности любителей подленного лова. Так, утром 19 января микроавтобус отправился испытывать судьбу на акватории Амурского залива в районе острова Скребцова, более известного в народе как Ковришка. Машина ушла под воду за считанные минуты. К счастью, водитель успел выбраться. Только что при нас провалился Ниссан-караван. Мужик успел выскочить. Показательно, что даже трагический случай, который произошел неподалеку, буквально за два дня до этого ничему не научил любителей выезжать на лед. Тогда в тонущем автомобиле оказались двое. Один человек успел выбраться самостоятельно. Тело второго доставали водолазы и спасательные службы. Удивительно, что сотрудники МЧС каждый день твердят, что выход, а уж тем более выезд на лед на автомобиле опасен для жизни. Примеры подобных ситуаций припоминают даже не связанные с рыбалкой жители Владивостока. Я вот здесь выходил, гулял немножко. А не страшно? Ну, я там гулял где-то крепкий лед. Прошлой зимой был такой случай, что моя подруга, она провалилась под лед. Это было так неожиданно, так было просто. У меня не было никогда такой ситуации. И я смотрю, мы стоим с ней и видим где-то воду. Недалеко, недалеко от нас была вода. Вдруг неожиданно заметили. И тут вот, знаете, как в фильме в каком-то. Три секунды такие проходят. Раз, два, три. И она падает, вот этот лед просто. Начинает смеяться, кричать. Все вот так вот, вот так, кружится перед глазами. Я беру ее быстро, достаю из этого льда быстро. Мы все вот так вот. Она мокрая полностью. Думаю, что делать, господи. Недалеко отходим от берега, потому что, ну, возле берега лед толстый, поэтому и ходим. А дальше уже он будет тоньше и там уже опасно, думаю. А вот экологи сожалеют не только о погибших рыбаках, но и об утопленных автомобилях, которых с каждым годом все больше на дне акваторий Амурского и Уссурийского заливов. Это, если можно так сказать, небольшая чрезвычайная ситуация с выносом и тяжелых металлов, и горюче-смазочных веществ в окружающую среду. Конечно, для морских обитателей это очень вредно. А значит, эксперименты с выездом на лед могут даже обернуться экспериментом с пищеварительной системой, если зона улова совпала с зоной такого локального загрязнения. Все очень сильно влияет, где провалилась. Вот представьте, если она там ехала по маленькому озеру, провалилась, и там же и будет гнить. И все это вытечет. Да, да, она его просто убьет. Ну, конечно, другое дело, если она там провалится где-то там в огромных объемах и больших течениях. Ну, наверное, там вред в любом случае будет, но, наверное, он будет не так значительный. Контролировать ситуацию на акваториях Амурского и Уссурийского заливов спасатели стали и с воздуха, ведь уже в марте лед будет сходить. Печальная картина этого года видна даже сверху. Если вы обратили внимание, то ледовое поле не существует целого, как было в те зимы. Хотя, казалось бы, вроде нам рано пришла зима, стояли устойчивые и стоят устойчивые морозы, но, тем не менее, ледовое поле полностью содержится в ледовых полях. Оно не является единым целым. Поэтому при ветровых нагрузках тут же может в любой момент вынести в открытое море. Оценить, насколько крепок лед на глаз, возможно, далеко не всегда. А спасая провалившегося под лед или уплывшего на льдине рыбака, спасатели рискуют и своей жизнью, и здоровьем. Закона, запрещающего выход или выезд на лед, сегодня нет. Как и постановление не рисковать жизнью спасателя и не давать повода родным для горких слез. Я не буду выходить, говорю, на лед, потому что это опасно. Сергей Савин, Инна Щедрова, Валерия Белоус. Новости на восьмом. Новости на восьмом.